МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии для вас працует Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. У Чачерска урочисто открыли одновленную районную поликлинику. Реконструкция этого объекта позволила поширить спектр медицинских послуг и повысить их якость. Настасия Кучинская расскажет больше подробно. Открытие реконструированной поликлиники – для Чачерска знаковая падея. Слово «реконструкция» не раскрывает сяго масштабу проведенных работ. А старой поликлиники у этом будинку застались только стены. Усю остатне – звонку и внутри, отдаху и до подлоги – новое. Да реконструкция поликлиника была у жалостным стане, а зараз тут навод находится приемно. До того же стало больше зручно. Особенно выделили жаночую детячую консультации. Мы уже давно ждали этого ремонта. У меня как двое детей. Мне здесь особенно понравилось детское отделение. Что вот регистратура лично для детей, не общая. А лишь самое важное для Жахароу района у одновленной поликлиницы – сучастное обсталявание и новые медицинские послуги. У этом объекте «Аховы здоровья» обслуговывается каля 14 тысяч человек. Зараз для их стали доступны многие медпослуги, яких ранее учащерскую не оказывали. Делали упор на развитие малоинвазивных методов исследования. Поэтому мы закупили колоноскоп, бронхоскоп, лорендоскопы. Закупили новое место врача-офтальмолога. Оборудование, которое, конечно, позволит населению Чаровского района проходить диагностику и лечение основной патологии на базе нашего учреждения, что и скручит в свою очередь поездки в областные учреждения. Адрамонтованный будынок медустановы различены на 300 наведваний у измену. Агульный объем укладенных у реконструкцию сродков больше 3,5 миллиона у последенаминационных рублях. Увод у эксплуатацию поликлиники относится до 3-го пускового комплекса у реконструкции Чаширской центральной районной больницы. Гэтый процесс ожитявляется поэтапно, и работы будут протягиваться. На этом объекте удалось сэкономить денежные средства. Общая сумма экономии составила около 9 миллиардов рублей. И эти денежные средства будут направлены на следующую очередь на данном объекте. Планируется, что это будет проектно-сметная документация по реконструкции пищеблока. Настасья Кучинская, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гомель» Чаширска. По Беларуси проходить датарминовое голосование по выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. Прийти на выборчые участки можно до 10 вересня, уключно с 10 до 14 годин и с 16 до 19. С первыми выборщиками сустрелся Олег Синцерову. Филиал номер 7 в Омске сетке публичных библиотек звычайно працует за 11 годин. Але 6 вересня он очинил свои дверы на годину ранней. Справа у тем, что у будинку библиотеки знаходится участок для голосования по выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. За 5 хвилин до открытия участка все члены комиссии сбираются разом. Сгодно с протоколом, я и старшиня Алена Давыдовская демонструю пустую урну для голосования я щепрос некакий секунд скринь его печатывать. У таким выгляде она будет знаходиться до 21.11 вересня. Кали выборы парламентария завершатся и пачнется падли к бюллетеню. На участку прогнозуют, что активность населенияства будет значной. Участок уже достаточно серьезный. Жители данного участка – это люди возрастные. Они обычно активно принимают участие. Первые выборщики на 24 участок Гомельской центральной выборчей округи приходят 10 хвилин после початка до терминого голосования. Кажут, что с выбором кандидата вызначились загадя по час особистых встреч при проведении агитационной кампании. Основное потребование, как это был адекватный и инициативный человек, який с долей забеспечить головное мирное житё и годный добробыт. Чтобы не было конфликтов между государствами, не было дружбы всегда было между людьми. Дети учились, наши внуки учились. А для пенсионеров спокойная жизнь и вовремя, чтобы мы получали пенсию. Участок номер 20 Гомельской центральной выборчей округи размещены у будинку 27-й средней школы. Следы участковой комиссии кажут, что первые выборщики пришли сюда и просто две хвилины после открытия. Хоть наибольшую значную активность подчас до терминового голосования. Тут всё-таки прогнозуют перед выходными, коли люди будут избираться на дачные участки. До речи сёли-то выборы парламентарии проходят по новых правилах. В один тур и без нижнего порога у Явки. Переможцем станет той, кто отримает большесть голосов. Кинящее справа, что проводить выборы у любым выпадку необходимо на высоком организационном узровне. В 27-й Гомельской школе с долей гармоничность получить проведение голосования и в учебный процесс. Один, что пришлось изменить, унести некоторые коррективы в пропускную систему и притягнуть и неколько наставников в якости волонтёров. Вахтёр регистрирует тех, кто приходит к администрации школы. А люди, которые идут на избирательный участок, доступ совершенно свободен. Достаточно гражданину, идя мимо вахтёра, сказать, что я на избирательный участок. Вахтёр, наоборот, даже поможет, покажет, что вот есть стрелочка, и вы по стрелочкам поднимаетесь наверх. Кроме того, у нас очень чётко организовано дежурство педагогов на первом этаже, которые тоже могут и престарелому избирателю помочь сюда подняться, найти избирательный участок и каким-то образом отрегулировать пропускной режим в помощь вахтёру. Олег Сентюров, Ёвген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». До инших тем. «Гомель» рыхтуется до проведения Дня города, а так само 8-го Международного фестиваля у хореографичного мастатства «Сожский карагод» и Международного турниру по бальных танцах «Золотая рысь». Мероприемства будут протягиваться 3 дни с 16 до 18 вересня. Наши корреспонденты доведались об некоторых сокретах, которые рыхтуют организаторы свята. Организаторы обещают, что этот День города будет вызначаться своей массовостью, каждый сносит для себя нечто интересное. Основные мероприемства разгорнутся в субботу, 17 вересня. Их завершением станет признашен на 22 годины 10-хвилинный фейерверк, который отбудется сразу в 5-х «Гомеля». При этом у выход практически на все мероприемства Дня города будет бесплатным. Купить билет придется в приватности на концерт Московского театра танца «Гжель», который пройдет в областном громадскокультурном центре в субботу. А так само пятничное открытие на центральном стадионе и у все мероприемства турниру «Золотая рысь». Кошт билета на опошне складе в среднем крыху больше 10 рублей, а ли тут саправды есть на что поглядеть. Так как мы подняли рейтинг мероприятия, то уже заявили те коллективы, которые в топе 10 лучших в России, в топе 50 лучших в мировом первенстве чемпионатов. Поэтому, и учитывая, что заявки поступают, я думаю, что и возрастной ценз от 4 до 60 мы расширим и увеличим количество престижных парк. Бодай, самой массовой подшеосвяткование Дня города станет церемония открытия свята. У шоу на центральном стадионе будет задейниться на коля 3000 человек. У гэтые дни на разных пляцовках Гомеля проходят репетиции, по яких можно мерковать об особных элементах постановки. У весь сценарий у Гомеля, по коль ведают у сего некольких человек, а таму интрига будет заховаться до опошнего момента. Докладно вядомо, что глядашоу будут сделлять як экзотичными номерами, так и сучасной хорографией. Удивлять будем экзотическими коллективами, которые прибудут к нам на фестиваль. Это из Африки. Шотландская будет звучать музыка, танцы. Будем интересное делать с нашими студентами композиции, поточные упражнения. Будем рисовать эмблему из числа наших участников. Живая картинка будет присутствовать. Ну и, конечно же, каждый раз какие-то новые сюжетные идеи должны воплощаться и иметь место в этом празднике. И я думаю, это будет. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». До речи про программу фестивалю «Сожский Карагод» сегодня подзеразмова у программе «Деалог». Гостем студии станет режиссер-постановщик «Свята», директор гомельской детячей хореографичной школы «Мастацтва» Петр Свярдлоу. Глядите программу «Деалог» у промым эфиры на телеканале «Беларусь-3» сегодня у 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии – 77.68.45. В 2014 году с дня заснования означает Белорусский Республиканский Союз Молоди. Одно из самых шматликих громадских объединений в Украине, зараз наличивая 500 тысяч молодых людей. На Гомельщине членами БРСМ з'является коля 80 тысяч человек. Одна из головных задач – працевладкование молоди. З'является протягом студотрадовского комсомольского руху. До речи, по выниках опошняга працонного семестра, областная организация БРСМ стала лепшой в Беларуси по колькости працевладкованных молодых людей. 15 тысяч человек увошли в состав працонных отрадов и еще 6 тысяч волонтерских. Самым популярным накерунком з'являются сельско-господарчие отрады. Основная масса молодых людей трудится на уборке урожая. Сейчас активно принимали участие в уборке зерновых. Сейчас сентябрь-октябрь пойдет уже уборка овощей. И здесь мы тоже не останемся в стороне студенты наших вузов. И школ будут свободны от учебы времени принимать активное участие в уборке урожая. Дать возможность заработать свой первый рубль молодому человеку – это не только материально его поддержать, но и в то же время воспитательный момент. Поэтому мы здесь уделяем очень большое внимание. Не покидая поза увагой Беларусский Республиканский Союз молодей и доброчинные справы. Одна из недавних акций – у школу с добрым сердцем. Ее мета – допомогать детям с малозбеспеченных семьях подрихтоваться до школы. Больше, как 300 детей отримали до початку нового научного года школьные приналежности, собранные активистами БРСМ. 49 европейских краин и 24 тысячи километров. Удельники международной факельной эстафеты «Бег миру» наведали Мазыр. Проект пропагандует дружбу народов и здоровый ладжиття. Удельников сустракали юные спортсмены, представники отдела адукации, спорта и туризма из дымочной группы телеканала «Мазыр». 49 европейских краин, 24 тысячи километров, 22 удельники и десятки аматоров спорту. Эстафета «Бег миру» по Беларуси проходит в юбилейный 20-й раз. Передоливши шлях про Сгротно, Баранович и Бабруйский Минск, удельники пробили у Мазыр. На уезде у город до их долучились мясцовые лёгкоатлеты. И такой дружной командой со стягом и запаленным факелом бегуны накировались на центральной улице города. Когда ты бежишь с факелом, то ты бежишь на очень высоких позитивных эмоциях. И ты несёшь это послание мира, и ты улыбаешься людям. Вообще, когда человек делает что-то, что ему нравится, что ему доставляет радость и удовлетворение, то автоматически другие люди это тоже очень сильно чувствуют. И нам всем нравится бегать. А что может быть лучше, как сбегать с факелом? Англичанин и молдаванин, чех и мексиканкам, украинка и латыш. Международный пробег стирая национальное и межрасовое мяжем. В одной команде люди розных профессий узроню физичной подрыхтовки. Але у всех объеднувая любого добегу и им к ней не жить у миры и гармонии. На своём пути нам встречаются сотни тысяч различных людей. Это и простые люди, такие, как мы с вами, и известные люди. И мы видим, что в людях сильно стремление жить в мире и гармонии. Таких людей много. А это уже с встречи с наученцами в школе номер 16, где финишовали марафонцы. Гости рассказали детям про свой маршрут, поделились самыми яркими ураджанями. И отец нашей международной команды, я хочу вам сказать, что мы просто очень-очень тронуты теплотой приёма и этим пением, просто великолепным пением и бегом, по-настоящему вдохновляющим бегом с вашими спортсменами. Докранувшись до факела, и дети, и дорослые стали удельниками с усвет на горуху засябровство и поразумением. Последний Великогад Паченко бегуны снова отправились в шлях. С посланием мира и гармонии они накировались в Украину. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Препіснов, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Жанучшая команда гандбольного клуба «Гомель» 9 вересня проведет первый матч квалификации Лиги чемпионов. Соперником гомельчанок будет немецкая команда «Лейпцих». Турнир отбудется в испанском городе Сан-Себастьян. У другой пары сгуляют помеж собой аустрийский «Хипа» и испанская «Бера-Бера». Пераможцы на наступный день сустрянутся у финале. Неудачники позмагаются за третье место. У групповой этап Лиги чемпионов трапить стольки пераможца турниру. Остатняя команда без Еврокубков не застанутся. Яны продолжат выступление у Кубку ЕГФ. «Гомель» отправляется у Испанию сёння. У складе нашей команды немало гандболисток, які мают багатый опыт выступления у Еврокубках. Мэта – только перамога, не глядячи на мост соперников. Зараз галона для гандболисток – передолять хвалявання и показать усё, на что я не здольное. И тады будзе выник. «Надо быть спокойно, поехать без каких нервов. Потому что, если будем нервничать, не можешь показать то, что умешь. И просто мы не можем ничего потерять, можем только много получить. Если же будем выиграть первую игру, потом можем ещё спокойно играть вторую. Просто ехать, достойно наступать». Гэта, а так сама інша новины, вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tv.com.by. На гэтым выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин